Вы смотрите новости на канале RTVI. Вновь накаляется обстановка в столице Армении, где почти две недели продолжался митинг против повышения цен на электроэнергию. Полиция запретила демонстратор провести новое шествие в Ереване и предложила им обратиться за разрешением в мэрию. Ранее сегодня же силовики разобрали баррикады протестующих на проспекте Баграмяна. Часть участников демонстрации попытались блокировать работу стражей порядка. В итоге около 40 человек были задержаны. Как заявили в Министерстве внутренних дел Армении, сила применялась только по отношению к тем, кто отказывался повиноваться полиции. Как заявили в интервью RTVI свидетели внутреннего разгона, полиция вела себя более сдержанно, чем это было при разгоне демонстрации 23 июня. Полиция нарушила статус-кво, которое сложилось последние две недели. И, на мой взгляд, они действовали без соответствия тем стандартам, которые были указаны в заявлении защитника прав человека. Хотя полицейские старались осуществить разгон акции по возможности без применения специальных средств, Необходимо оценить существующее общественное мнение по данному вопросу. Необходимо оценить мнение всех групп, которые участвовали в этом гражданском неповиновении, их позиции. И определить программу действий для будущего периода, исходя из оценки ситуации. Сколько можно судить по заявлениям самой полиции и в соответствии с законодательством, они действовали в соответствии с законом с минимальным применением силы. То есть, если сравнивать события с 23 числом, когда были более 250 задержанных, и большое количество из них получили физические повреждения, была грубость и невозможное применение силы, то в этот раз вроде бы все обошлось с меньшим ущербом. На самом деле людей становилось не меньше, а люди разделились по своим требованиям и целям, которые они собрались. Часть людей, которая решила уйти в свое время с проспекта Баграмяну, они посчитали, что их требования выполнены. А те люди, которые остались на проспекте Баграмяну, посчитали, что их требования не выполнены и стали выдвигать другие требования.